Добрый вечер. Меня зовут Анна. Я действующий, работающий врач. Врач-терапевт, врач общей практики, палиативной помощи, гириатор. Сегодня мы с вами собрались здесь поговорить о таком заболевании, как артериальная гипертония. Думаю, многие из вас здесь присутствующие слышали об этом заболевании. Кто-то, возможно, столкнулся со своим здоровьем, кто-то со здоровьем своих родственников, у кого-то, возможно, просто понаслышке. Но, думаю, из присутствующих из вас нет такого человека, кто не слышал бы об этом заболевании. Это одно из самых часто встречаемых заболеваний во всем мире и одно из тех заболеваний, которые приводят к инвалидизации и, к сожалению, смертности. Наша сегодняшняя лекция приурочена к дню борьбы с артериальной гипертонией. Этот день проводится с 2005 года. Учрежден он Всемирной лигой по борьбе с артериальной гипертонией. И учрежден он и проводится с 2005 года во вторую субботу мая. Вторая суббота мая у нас прошла, и, соответственно, неделя посвящается борьбе с артериальной гипертонией. Приступим к лекции. Так как я уже сказала, все практически здесь присутствующие, наверное, знают, что такое артериальная гипертония. И большинство из вас все-таки, наверное, имеют ошибочное суждение об этом заболевании, о том, как надо лечиться. То, что я вам говорила, органы поражаются один, два или более. И доктор может увидеть по гипертрофии левого желудочка, имеется ли у вас артериальная гипертония, давно она у вас имеется или нет. То есть такие исследования вроде бы оказались банальны ЭКГ, они тоже нам о многом говорят. Поэтому не нужно пренебрегать тем, что пройти хотя бы те самые простые обследования. Хотя бы раз в год кардиограмму сделать, показаться офтальмологу хотя бы раз в год. Ну и уже не говоря о дальнейших обследованиях, которые проводятся во время диспансеризации. Поэтому, чтобы сберечь свое здоровье, чтобы не ухудшить качество жизни вашей, старайтесь следить за вашими цифрами артериального давления. Что делать? Я уже говорила об этом, забегала немного вперед, потому что каждый слайд перекликается между собой. И, соответственно, вот все то, что я вам уже говорила, изменить образ жизни, больше двигаться, стараться больше общаться с позитивными людьми, самим излучать позитив, заниматься любимыми делами, изменить режим питания, употреблять больше свежих фруктов, овощей, меньше соли и сахара. Вот как у нас был фильм, он в принципе есть, «Любовь и голуби». Сахар, белая смерть, соль, по-моему, что-то зло, она говорит, так оно действительно и есть. Соль, она задерживает жидкость, и, к сожалению, задерживая жидкость, у нас тоже повышается давление. У нас очень многие пациенты любят что-нибудь посоленее. И от соли, и от сахара заболеваний не только артериальной гипертонии, есть еще другие заболевания, которые злоупотребление этими продуктами приводят к другим заболеваниям. И, соответственно, изменение режима питания, употребление каких-то продуктов правильных, дозированного питания, то есть частое, небольшими порциями для того, чтобы избежать избыточной массы тела. Ограничение употребления поваренной соли. Вот эти показатели 5 грамм в сутки, они у нас, Всемирная организация здравоохранения, периодически корректируются. Ранее было 6 грамм в сутки, до 6 грамм в сутки. В настоящее время во всем мире переходит от 2 до 4 грамм в сутки. Вроде как наши российские рекомендации позволяют до 5 грамм в сутки. Но если же есть какие-то осложнения, если же есть какие-то сопутствующие патологии, то вот эти рекомендации по соли, они коррегируются. Например, если есть сердечно-сосудистая недостаточность, то более 2 грамм в сутки соли нежелательно употреблять. Задержка жидкости, отеки, повышение артериального давления. Что стоит дальше сделать? Я уже вам говорю, отказаться от вредных привычек. Алкоголь, курение. Конечно же, привычка моя вторая натура. Но изменив образ жизни, мы можем изменить и качество нашей жизни. Поэтому вроде как звучит для многих пациентов, что вы рекомендации такие даете, которые соблюдать как-то и не хочется, и не всегда это реально. Это всегда реально. Самая главная мотивация – это ваша жизнь. У каждого из нас есть родные, у каждого из нас есть какие-то обязанности перед нашими родными, обязательства. У каждого из нас есть семьи. И если вам недорога ваша жизнь, подумайте, что может случиться с вашими близкими. И поэтому все вот эти рекомендации кому-то, возможно, в силу возраста покажутся они веселыми, смешными и какими-то несбыточными. Кому-то, возможно, в силу занятости они могут показаться какими-то нереальными. Но главное в нашей жизни – захотеть. Если вы хотите жить с хорошим качеством жизни, вашего здоровья, то всего этого можно добиться. Если вдруг вы чувствуете, что у вас повышается давление, то принимать лекарственные препараты, так вот бабушка посоветовала, или мама моя принимает, я тоже выпью, он папа эти лекарственные препараты пьет. Таким образом нельзя лечиться. Могу вам сказать, что таким образом очень многие пациенты попадают в стационар в очень тяжелых состояниях. Например, с гипертоническим кризом нам, докторам, тяжело скорректировать это состояние, потому что различными лекарственными препаратами можно снизить артериальное давление до таких центров, что можно перевести в более другое тяжелое состояние. И, соответственно, пациент, не зная этого, может сам себе неумеючи навредить. Поэтому и говорим вам, что не нужно заниматься самолечением. Если помогло соседке, не значит, что поможет вам. Если соседка принимает этот лекарственный препарат, не значит, что и вам с вашими жалобами это поможет. Одна жалоба может скрывать тысячи заболеваний. За одной маской скрывается, действительно, вот за головной болью может скрываться сотни заболеваний, как это и аневризма, и артериальная гипертония, и просто головная боль напряженного типа, и мигрень, и образование. То есть за одной жалобой скрываются сотни тысяч заболеваний. И если у вас появились какие-то симптомы, нужно обращаться к врачу. Та же самая артериальная гипертония, она не просто лечится по цифрам, выясняется причина. Возможно, это вазорнальный конфликт, возможно, это последствия диабетического воздействия на организм. То есть доктор должен найти причину, воздействовать на эту причину и подбирать терапию. Возможно, воздействовав на эту причину, не будет достаточно, и доктор будет подбирать уже препараты по артериальной гипертонии. Возможно, у вас давление повысилось на фоне совершенно другого лекарственного препарата, который вам назначили до этого. Есть препараты, которые задерживают жидкость Тоже повышают давление То есть заниматься самолечением Не стоит Нужно при первых признаках Обращаться к доктору Идти за помощью к специалисту Который вам подскажет И распишет, как принимать кратность приема На что обращать внимание Как измерять давление, вести график К своему здоровью нужно относиться ответственно К кому кроме нас и наших родных Мы будем нужны Ну и соответственно, как я уже сказала Регулярно принимать лекарственные препараты От случая к случаю Принимать лекарственные препараты нельзя Это как находиться между наковальней Постоянно То оно у вас повышается, то резко снижается Когда в организме лекарственного препарата Концентрация содержится постоянно На определенном уровне То колебания артериального давления Они будут незначительны Даже на стрессе, даже на физической нагрузке Они будут незначительны Вас этот препарат будет оберегать Если вы будете принимать лекарственные препараты нерегулярно То если отмотать на этот слайд одно из этих осложнений. По поводу гипертонического криза я вам сейчас чуть ранее сказала вам, то, что гипертонический криз это состояние, вызванное выраженным повышением артериального давления, сопровождающееся появлением или усугублением клинических симптомов и требующее быстрого контролируемого снижения артериального давления для предупреждения повреждения органов мишеней. Органы мишеней вот они. То есть про то, что мы говорили, хотим жить хорошо, без каких-то снижений, ограничений в своей жизни, стараемся соблюдать, избегать вот этих факторов риска. Ну и, соответственно, с гипертоническим кризом бороться самостоятельно тоже небезопасно. Гипертонический криз, повышение артериального давления выше нормальных цифр впервые, даже если не впервые это происходит, пациенты стараются снизить до нормальных цифр. До нормальных цифр снижать нельзя. Например, если у пациента повысилось артериальное давление до 200, то снизив до 120, мы можем пациенту добавить состояние, которое есть вот на этом слайде и называется оно инсульт. То есть это будет ишемический инсульт с нарушением кровоснабжения, ну, либо инфаркт. Соответственно, самостоятельно купировать гипертонический криз нельзя. Это всегда нужно делать со специалистами. Повысилось давление, вызвали скорую, либо если вы находитесь где-то в медицинском учреждении, обратились к доктору. Гипертонический криз корректируется таким образом. Давление на тот момент, который у вас есть цифры, от этих цифр снижается давление не более чем на 15-20%. То есть если у вас давление повысилось до 200, то, соответственно, 15-20% это не ниже 170-160 за раз. Через полчаса, час контроль. Выпили таблеточку или сделали уколчик. Ниже снижать сразу, резко нельзя. А дальше уже постепенно, в течение дня, доктор тетрует дозировочку лекарственного препарата и снижает вам давление. Соответственно, при гипертоническом кризе нужно принять лекарственный препарат и отлежаться, хотя бы 2-3 дня отлежаться, потому что гипертонический криз может за собой повлечь опять-таки новый гипертонический криз либо резкое снижение артериального давления и, к сожалению, может повлечь за собой осложнения, те, которые я вам уже озвучивала на данном слайде. Ну и как правильно измерять артериальное давление. В современном мире существует много тонометров, и этих тонометров и механических, и электронных, ртутные, которые самые были точные, но, к сожалению, их сейчас нет, точнее, они есть, но найти их очень сложно, но и содержать тоже небезопасно, ртуть в доме либо на работе как-то не совсем это безопасно, так же, как с ртутными термометрами. Мое предпочтение – это механический тонометр, все-таки ушам, глазам я верю больше, чем электроники. Может быть, возможно, устаревшие взгляды, но действительно, они более точные, но в домашних условиях измерять артериальное давление такими аппаратами, если вы один, если плохо слышите или видите, конечно же, это сложно, и поэтому стоит или не стоит покупать электронный аппарат измерения артериального давления, который есть манжеты на предплечье, на запястье, то есть стоит приобрести, но по рекомендациям строго измерять давление, не шевелиться, не разговаривать, то есть электронные тонометры, они очень чувствительны, на любое колебание, колебание голоса, ваше шевеление, поэтому, если вы приобретаете себе электронный тонометр, нужно принять, в принципе, так же, как и тонометром, таким механическим, нужно принять удобное положение, откинуться на спинку, положить ровную руку, расслабиться и тогда измерять давление. Давление измеряется в области внутреннего сгиба предплечья на плечевой артерии. Манжета накладывается на один-два пальца выше локтевого сгиба, обхватывается и, соответственно, нагнетается воздух грушей до цифр, которые вы считаете, что, возможно, максимальные, либо это терпимые цифры. И, как я уже ранее говорила, первые цифры артериального давления, верхнее систолическое артериальное давление, это когда вы слышите ушками вашими пульсацию на плечевой артерии. Это считается верхняя цифра артериального давления, систолическая, а нижняя цифра артериального давления, диастолическая, вы на нее будете ориентироваться, когда пульсацию вы перестанете слышать. То есть вот этот порожек от начала пульсации до конца пульсации, первая граница – это систолическая, нижняя граница – это диастолическая. Ну, а, соответственно, если это у вас электронный тонометр, он ваши цифры вам покажет. Ориентироваться на одну цифру с первого раза не стоит. Лучше перемерить давление с интервалом хотя бы 5 минут, чтобы рука немного отдохнула, сосуд тоже расслабился. Первый раз замер сделали, второй замер сделали через 5 минут, третий замер через 5 минут сделали. Средний где-то будет, это как раз цифра вашего давления. Я бы хотела вам показать, как правильно измерять давление. Я думаю, большинство из вас умеет. Кто желает, идемте, померим как раз ваше давление. И если кто-то хочет поупражняться, может тоже взять тонометр, фонендоскоп и измерить давление. Присаживайтесь. А разницы нет, на какой руке мы измеряем давление. Да, возможно, у нас может быть разное давление на разных руках. То есть на левой и на правой руке возможно разное давление. У нас с вами, открою секрет, глаза разные, руки разные. Ну и в принципе давление тоже может быть разное. Но разница, она незначительная. Если ваш организм здоров, если перенесли какую-то операцию, например, у женщин мастоктомия, то, соответственно, с той стороны, с которой проводилась операция, давление измерять нежелательно, потому что там цифры будут ложные. Если была какая-то травма со стороны какой-то, ну, из конечностей верхних, правой или левой, соответственно, цифры тоже могут быть ложными. Если ничего этого не было, никаких факторов удручающих не было, то, соответственно, цифры давления вы можете измерять и на одной, и на другой руке. Понаблюдав за собой, измеряя давление, например, в течение недели на одной и на второй руке, два раза в день, вы можете определить, на какой руке у вас больше, либо они у вас одинаковые, эти цифры, и на той руке измерять, на которую, например, больше и на той ориентироваться. Вот давление, как я вам и рассказывала, манжету одели, груша в руках, фонендоскоп на плечевой артерии в зоне пульсации на локтевом сгибе нагнетаем. Вот я набрала до 180, и вот первые циферки у нас 120, нижние 60. У вас нормальные цифры артериального давления. Вы измерять умеете? Я умею только с электронным. Только с электронным. А кто-то механическим пользоваться умеет? Умеете. Можете попробовать после презентации, во время презентации, как хотите. Но, в принципе, я думаю, что это наглядно. Если какой-то вопрос у вас возникает по измерению давления, по презентации, вы можете задать его. У вас есть возможность врачу-практикующему задать вопрос, не стесняясь. Я вам на него отвечу, честно. Никаких препаратов я не рекламирую. У меня нет такой привилегии. Я как-то не придерживаюсь этого. Я считаю, что каждый лекарственный препарат подбирается индивидуально. Поэтому, если есть какие-то вопросы, вы можете их задавать, не стесняйтесь. Если стесняетесь прилюдно, можете подойти, я вам отвечу на ваши вопросы. Ну и, в принципе, если нужно будет, я оставлю свои контакты, чтобы далее проконсультировать. В нашем здравоохранении сейчас многие доктора стараются быть более открытыми. Тем не менее, читать лекции в рабочее время, после рабочего времени. Для того, чтобы помочь вам, вы, наши пациенты, профилактика заболевания легче поддается, чем лечение уже самого заболевания или тех же самых сложнее. Как легче нам, докторам, так и легче вам. Что в плане вашего здоровья, вашей жизни, что в плане финансово вам же, когда вы лечите, это дороже, чем когда вы проводите профилактику. Поэтому будьте здоровы, следите за своим здоровьем. И спасибо за внимание. Если есть вопросы, я жду. Добрый вечер, уважаемые друзья. Еще буквально на 10 минут я вас задержу. Я понимаю, что все устали, все после работы, после учебы, может быть. Буквально 10 минут мы продолжим ту же самую тему про артериальную гипертонию, про здоровье нашего с вами сердца. И самое главное, что для нас это наше здоровье, потому что будем здоровы, и все остальное будет всегда с нами. Разрешите представиться. Меня зовут Настя. Я представитель, активист Всероссийского общественного движения, волонтеры-медики Московского регионального отделения. Может быть, кто-нибудь слышал из вас про нас, вообще про волонтерские движения. Если нет, я чуть-чуть, буквально пару минут расскажу про нашу историю. В 2013 году, на самом деле еще не так давно, было направление, было такое движение «Активисты Склифа», НИИ, «Скорая помощь» имени Склифосовского. Ребята помогали врачам, студенты медицинских вузов, колледжей, помогали врачам. И потом ребята решили, что надо расширять свои границы и помогать не только в Склифе, но и дальше. И в 2016 году волонтеры-медики получили уже звание Всероссийское общественное движение. На данный момент данная организация является одной из крупнейших организаций в добровольческих сфере здравоохранения в целой Европе. У нас есть своя структура, и чуть позже я о ней тоже скажу, как и у любой организации. Цели и задачи нашего направления, нашего движения являются это развитие добровольчества в сфере здравоохранения. Это широкое медицинское просвещение населения, одно из основных наших направлений. Повышение престижа медицинских профессий, формирование кадрового потенциала для отрасли здравоохранения и воспитание патриотического самосознания и активной гражданской позиции у россиян, и чаще всего это делают именно волонтерские или молодежные движения. Буквально немножечко о структуре нашей организации. У нас есть шесть направлений на данный момент. Это помощь персоналу в медицинских организациях, с чего, собственно, все и начиналось. Это медицинское сопровождение спортивных и массовых мероприятий. Таким был, к примеру, вот недавно вместе с волонтерами Побед 9 мая. Популяризация кадрового донорства, профориентация школьников в медицину, чтобы помочь ребятам выбрать, нужно им идти в медицину, нравится им это или нет. Могу сослаться на себя. Когда я была в 11 классе и думала, куда же мне поступать, и вообще нужно оно мне или нет. Никто мне не рассказывал, насколько это будет сложно или легко. Поэтому это нужно. Санитарно-профилактическое просвещение населения и как отдельный вид здорового образа жизни. Это наша основная задача, нести идею ЗОЖ в массы. О чем я хочу сказать, что добровольцем в сфере здравоохранения может стать абсолютно каждый. Не обязательно, чтобы вы были врачом, практикующим, или доктором медицинских наук, может быть, студентом колледжа медицинского или института, или 11-классником, который очень хочет поступить в медицинский университет. Главное – это ваше желание помочь и нести вот эту идею здорового образа, жизнь в массы. Поэтому, к примеру, даже если после этой лекции вы придете домой или, может быть, в коллектив на работе, или, может быть, в школу, и просто расскажете друзьям, коллегам, знакомым, а вы знали, что в день не более 5 грамм соли? Вот 5 грамм соли, может быть… Вы знаете, сколько это примерно? Это чуть меньше чайной ложки в сутки. А еще, не считая того, сколько мы сами солим, это же есть в продуктах, которые мы потребляем, хлеб, макароны, которые мы варим, даже, мне кажется, в консервах, в консервантах и тому подобное. Поэтому следить за этим очень сложно, и вот эти даже… вот эта столовая ложка соли нужно же еще меньше, учитывая то, что мы уже потребляем с готовой пищей. И вы уже будете добровольно рассказывать людям о чем-то хорошем, о том, о здоровом, в данном случае о правилах здорового питания. Вот немножечко, понятное дело, вернусь к теме, к лекции Анны о том, что основные правила здорового образа жизни, они не такие сложные, как нам кажется в нашем вот этом быстро текущем мегаполисе. Да, в Москве сложно придерживаться, особенно где там был мой любимый стресс, да, избегание стресса. Я понимаю, насколько это абсурдно звучит, но всегда можно найти какие-то моменты, где можно расслабиться, не думать об этом. Может быть, отпустить эту мысль о работе, о каких-то проблемах и чуть-чуть подумать о себе. Медитация, йога, спорт, еще что-то. Основными правилами здорового образа жизни, их четыре составляющие, это правильное питание. Что входит в понятие правильное питание? Вы знали, что в день надо потреблять 400 грамм овощей и фруктов. Вот я не представляю, сколько это надо съесть. Это, наверное, две моркови, два яблока и еще, наверное, один помидор. Вот, ну, примерно. И я думаю, навряд ли кто-нибудь из вас, и даже я, честно, я не съедаю этого. Вот. Не более пяти грамм соли, как уже было сказано. Это контролирует свое артериальное давление, а цифры нормального артериального давления, с какие у нас, теперь мы все знаем. 120 на 80, отлично. Анна, ваша лекция отлично услышана. Это снизить потребление алкоголя, это убрать вообще вредные привычки в идеале, такие как потребление алкоголя и курение, табакокурение. Витамины. Ну, на самом деле, это возвращается все к овощам и фруктам. Понятное дело, сезонные овощи и фрукты, там есть витамины. Вот. Правильный режим дня. Это очень важно, потому что спать… Взрослый человек должен спать не 2-3 часа, а 4, как мы все, наверное, с вами спим, а 6-8 часов. Детям еще больше надо, а нам с вами, ну, хотя бы 6-8 часов надо спать. И ложиться лучше раньше, потому что чем позже мы ложимся, за 12, за 11 часов вечера, ночи, тем менее ценность каждого часа сна. Лучше лечь раньше и встать раньше, в 5-6 часов. Это будет намного ценнее и полезнее для нашего с вами организма. Вот. Малоподвижные… Основными факторами риска, я повторюсь, из лекции Анны, это повышенное артериальное давление, за которым надо следить. И если вы заметили, что у вас есть какие-то признаки повышения, может быть, вы его чувствуете, надо обратиться к врачу. Это повышенный холестерин в норме, это не больше 4,5 миллимоль на литр, 4,5, вот, потому что есть риск развития такого заболевания, как атеросклероз, который за собой влечет артериальную гипертонию. Опять мы говорим про вторичную. Надо соблюдать питьевой режим. То есть в день… Все, наверное, слышали, 2 литра воды. У каждого организм индивидуальный, поэтому в среднем 1,5 литра в день вы должны выпивать. Это не считая чая, который на самом деле сушит и выводит только воду, и кофе. Чистой питьевой воды, потому что небольшое количество, недостаточное потребление воды для организма ведет за собой, может привести образование камней в почках и вообще заболеванием почек, что за собой тоже будет вести артериальную гипертонию вторичную, возможно. Малоподвижный образ жизни. Все слышали, что надо в день прохаживать 10 тысяч шагов. Это абсолютная правда, это нам твердит ВОЗ, это твердят нам все рекомендации. Вот средние вот эти 10 тысяч шагов в день мы должны с вами проходить. Вот, к примеру, вы едете на автобусе, на работу от метро, я понимаю, что лень, а утро мох как лень, сама тоже понимаю. Выйдите на остановку раньше и пройдите ее пешком. Для вашего организма будет это намного полезней. Неправильное питание мы с вами уже обговорили, ожирение, надо следить за своим весом, за свои, есть такое понятие, как индекс массы тела, который рассчитывается, считая рост и вес, для каждого человека индивидуально. Злоупотреблением алкоголем и курением. Я очень рада, что сегодня смогла с вами поговорить хоть такое небольшое время, потому что я сама студентка медицинского университета, выпускного курса, и сама идея помогать людям, вот как правильно сказала Анна, у нас очень плохо, к сожалению, пока, очень, надеюсь, пока в России развита идея именно профилактики. И одно из направлений нашего движения волонтеры-медики, санитарно-профилактическое, это активистом, какой я являюсь, это вот как раз основная задача рассказать вроде понятные, простые вещи, о которых мы с вами очень часто в мегаполисе забываем, которые правда помогут нам в любом возрасте сохранить наше с вами здоровье. Потому что, вот, ответьте мне на вопрос, кто-нибудь, мне нужно здоровье для того, чтобы. Ну, для каждого свое, чтобы нормально жить, для кого-то, может быть, чтобы путешествовать, для кого-то, может быть, чтобы расти детей, учиться, у каждого свое, но все сводится к тому, что нам нужно для этого здоровье. И мы его должны поддерживать с вами все вместе. И хочу еще раз напомнить, что добровольцем в сфере здравоохранения может стать абсолютно каждый. Спасибо большое за внимание. Всем до свидания, удачи. Спасибо. 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 Спасибо.